У меня интервью берут. Сейчас. Камеры, вообще по ощущениям насчет туриста, я как бы не местный, но я не скажу, что здесь дорого. Я врач скорой помощи, я получаю, грубо говоря, 50 тысяч. Скажите, а туриста вот по вашим ощущениям стало ездить больше либо меньше? В этом году больше, даже чем в прошлом году. Значит, отдыхающих стало меньше в городе, это однозначно. Минусов нету, только одни плюсы. Я даже не знаю. Это трудно найти плюсы. За последние пять лет я видел множество видео о том, что позитивного дала Россия и сколько негатива. Но сегодня мы решили спросить самих крымчан, какие три главных плюса жизни в России и какие три главные минуса. Нравится мост, нравится аэропорт и нравится, что строится дорога. А минусы? Это уже у жителей, они уже, это позитивные то, что они их видят. Дороговизна, непонятная система, как работают чиновники. Чиновники работают в Крыму, они и не украинские, и не российские. Нельзя понять. Это я вам говорю, как, потому что я оттуда не вылаживаю от этих чиновников. По ЖКХ, в основном, дороговизна. Не улучшение, а ухудшение. Вот это я. По-моему, это же знают люди, они все играют на виду. У всех. Даже как-то не могу сразу сказать. Что-то позитивного Россия принесла с собой? Ну да, конечно, дороги строятся. Что-то. Именно облагораживается город, реставрируется. Вот и галерею отреставрировали, там еще много чего. Ну да, много делается, конечно. А три главные минуса? Не знаю, минусы по... Ну то, что переоформление там разное, вот тяжело вот это. Людям там, кто там, участки какие-то недооформленные, вот у кого не было там что-то... Вот именно переоформление тяжелое. А так, в общем, такого минуса больше не могу, я сказать, никакого. Для меня языковой вопрос был одним из основных, да. В Украине надо было сдавать все на украинском языке, я хоть его со второго класса и изучал, но он мне не родной. Потом Россия. Все-таки, я думаю, что перспективы с Россией у Крыма больше, чем с Украиной. Я вот помню, ну у меня мама все время говорит, сколько вот при Украине жили, Украина отсюда только деньги, в общем-то, все только качала, качала, то есть использовала, но ни копейки не вкладывала. И действительно, вот сейчас едешь, смотришь, там хоть какие-то стройки появились, а при Украине, когда приезжали, это же вообще, ну действительно, как разрушено. У меня бабушка войну, ну застала, она не воевала, но жила в войну, и она говорит, нам у нас завод моря было, вот как-то идем, у нас гараж там есть, мимо этого завода. И бабушка говорит, ну как в войну, все окна побиты, все это все за это самое, а сейчас вот он выстраивается. То есть есть действительно объективно, что что-то делается. Я плюсы и минусы так на скидку не скажу, но все-таки, я думаю, что перспективы с Россией все-таки у Крыма больше. Да, есть проблемы, это с водой проблемы, но я думаю, что все это решаемо. Вот как-то так. Как я ощущаю, проблемы это санкции, да, то есть все-таки есть определенные, то есть там с переводами денег, да, то есть вот эта виза, мастер-карт, они здесь не действуют. Но сейчас карта МИР входит в оборот, ну так, широкий оборот, и эта проблема постепенно уходит. Ну, если там покупки какие-то на международных торговых площадках совершать, тогда да, тогда эта проблема встает. Вот, потому что на ebay, допустим, покупки я совершать не могу. Ну, сразу. Анфиска. Санкции и, соответственно. Ну, вот это единственное. Сейчас транспортная доступность будет выше Анфиса. И проще будет, я думаю, что строится мост. Все очень ждут железнодорожного моста. Ясно, спасибо. Пожалуйста. Ну, во-первых, мы себя стали чувствовать более свободными, более уверенными. Потому что вот это вот постоянное при Украине, эти политические игры вот эти вот, и до того изматывали вот. Сейчас-то мы довольно себя хорошо, довольно уверенно чувствуем. Это самое главное, наверное. Ну, а плюсы налицо. И чище стало, и строится что-то. Строится, и все. Движение, чувствуется сильное движение. Такое, что вообще вокруг, и все изменилось. Что ж все, запустение в таком было. Сейчас как-то оживилась жизнь. Конечно, есть минусы, взять хотя бы наши вот эти вот дорожки. Дороги у нас, конечно. Посмотреть вот, оно понятно, что оно пока руки не доходят. Это уже наша местная власть. В части минусов, это лучше ко мне. Я коренной феодосиец, но уехал отсюда, когда мне было 18 лет. Тем не менее, каждый год приезжаю сюда. Учились не в одном классе. Встречаемся постоянно. Я, конечно, всей душой за то, что Крым присоединился к России. Я сейчас в России живу. Ну, мы сейчас все в России живем. Вот, и Крымский мост хорошо. Но я думаю, что они с нами еще намучаются. Крымчане, я имею в виду. С нашим менталитетом. Он еще, если до конца не вылез, то скоро вылезет. Да, ну, какой менталитет пить. Ну, брось ты. То, что вы землю оформляете второй раз по второму кругу. Ваше здесь при Украине все было оформлено по кадастровым законам. А потом поставили все на ногу. Ну, видишь, конечно, поменялись же законы. Законы не поменялись. Крым пришел в лоно российской юриспруденции. Но эти законы российские, которые действуют в России и должны были действовать на территории Крыма. Крымское начальство не признавало и заставало людей ходить по второму кругу. Да, это, господи, только один момент. Да, знакомо это все. Знакомо. Я до сих пор свою квартиру ведь не могу оформить. Коррупция. Она и была, конечно, в Крыму. А в Украине что там? Прям замечательно. Витька, да, ну, брось ты. Я не хочу сказать, что в Украине ее нет. Но, по крайней мере, в Украине, когда я приезжал... Я вот не хочу туда вот вернуться совершенно. Ну, и слава Богу, я не хочу, чтобы туда вы возвращались. Почему? Потому что были бы значительные осложнения, связанные с геноцидом и так далее. Поэтому все правильно. Но, тем не менее, негатива, придет негатива, он уже приходит, ну, и придет много. Первое. Я говорю про минус. То, что у нас стало меньше народу отдыхающих. Если раньше приезжали даже с Запада. Украина была, Белоруссия, Прибалтика. Сейчас одна Россия практически, все. Украина есть, но мало. Белорусу вообще я не видел, например, в этом году. Значит, отдыхающих стало меньше в городе, это однозначно. Пусть Ялти там. Более чем достаточно. Но у нас нет. Нет, ну, город-то у нас получается курортный, и люди живут только за счет курортного сезона. А его нет. Второй минус. Тот, что... Я однажды уже говорил на тему, примерно так мне, товарищ Талин, что какая была власть в партии регионов, она же Единая Россия и осталась. Перекрасились. Перекрасились, ребятки, и все. Те же самые, у такого же корыта стоят все. Бардак как был тогда, такой сейчас он и есть. Ну, плюс мост, плюс дорога, но дорога была необходимость, это естественно. Мост, зато через Женкой дорога исчезла. Ну, это да. Так что он пока еще не совсем покрыл этот мост, и не покроет, потому что через Женкой мы ездили в Москву 28 часов. Сейчас это будет около 40 часов будет, не меньше. То есть плюсов как раз особых и не будет у нас. Ну, во всяком случае, может быть, для России они и есть какие-то, понимаете, но для нас, крымчан, мы как сидели здесь в саднице, так мы и сидим. И потом, понимаете, когда Женая дорога была прямая, ходили поезда, грузовые, пассажирские, и все, у нас хоть предприятия работали. Завозилось оборудование, завозилось сырье, вывозилась продукция, у нас и оборонная промышленность в Феодосе была, и так далее. Сейчас этого близко не будет. И сейчас у нас вот ребятки в Симферополе рисуют разженные картинки, этого нет, чепухой не мелят, просто вот и все, грубо говоря. Нет и не будет. Воды нет, опять же. Ну, электроэнергии есть. Но без воды тоже ни одного предприятия работать не будет. Воды практически населения еле-еле хватает. Да что там говорить? Пока одни минусы. Я так скажу вам честно. Хотела с минусов начать. Цены стали выше. Порядка у нас в городе так и не навели. Новые власти. Ну и, наверное, самый большой минус, это то, что мы теперь, как граждане Российской Федерации, тоже можем быть под угрозой всяких терактов и тому подобное. Вот это самый главный минус. Плюс, ну, наверное, доступнее нам стал автомобили, наверное, доступнее. Ну, это вот касаемо нашей семьи. Что еще из плюсов сказали? Какие плюсы? Ну, вот финансово вы стали сейчас жить лучше или хуже? Хуже. Ну, скажем так, заработок меньше, чем при Украине. Ну, а по большому счету, примерно такой же уровень не остался. То есть, зарабатывать стало гораздо тяжелее. Соответственно, расходы выросли. Почему? Потому что продукты, продовольственные товары стали намного дороже на порядок. Плюсы. Ну, мы не видим прям там, чтобы большие какие-то плюсы были. Проблема с водой в Крыму. По-прежнему она есть, как бы. То есть, и у нас вот в районе, например, Черноморской набережной у нас находится там имущество. Отдельно кооператив, в котором проживают люди, постоянно проживают. То есть, и зимой, и летом, к сожалению, там порядка, ну, 70 домов, гаражов, эллингов. На сегодняшний день у нас уже с 2015 года нету до сих пор воды. То есть, люди прибегают к тому, что они воду завозят. Машинами, то есть, ну, возможности помыться, побриться нормально нету. Вот с 2014, с 2015 года огромная проблема с водой. Ну, и таких проблем на самом деле очень много. То есть, обещают много, а пока результата мы как такового не видим. Ну, в принципе, все. Ну, лучше стало у нас, свобода, чистота много, отдыхающих. И снабжение у нас лучше стало. Все. Ну, а еще какие-то плюсы? Плюсы какие? Ну, работа, кто хочет, тот работает. Работы достаточно. А минусы? Минусы? Да не скажу. Ну, три плюса я бы выделила. Ой, не надо снимать, не надо. Ну, дороги сделали. На карантине у нас там дорогу сделали туда, на партизанскую. Потом от базара вот дорога там была, такие вот кочки, что нельзя было ездить. Вот, ну, и что-то тут в городе сделали. Фонтаны вон там понастроили. Что еще? Ну, еще бы хоть бы детские площадки бы там, потому что гулять детям негде. Ну, а минусы не знаю даже. Какие минусы могут быть. Деньги выделяются, а ничего не видно, что в городе? Ну, пенсию, конечно, бы еще бы повысили бы. Десять не хватает. Ну, что еще? Не знаю, что еще. Жительно как, инфраструктуру делают они, но опять-таки это не касается конкретно города. Это касается в целом, то, что обеспечивает федеральный бюджет. Вот это дороги, железную дорогу, то, что делают сейчас мост, пустят, будут поезда ходить. Ну, возможно, это привлечет еще больше людей, чтобы было туристов. Но власть у нас не поменялась в городе, хотя планировалось там изменение, что будет новое руководство, и мы как-то заживем лучше. Но именно в городе мы это вообще не чувствуем. Но как было, так при Украине, так и осталось. Как у нас только один мэр был нормальный, это когда Шейдера был. Он хоть что-то делал, он следил за городом, у нас мусор убирали. Сейчас, допустим, во дворе, вот где я живу, там практически мусор не убирает, потому что одна уборщица, понятное дело, ей не всегда тот же отпуск, да и платят ей немного, чтобы она это все убирала. И большая территория, чтобы это все делать. Вот, и это большой минус, то, что за городом не следят. И не следит за этим власть, которая сидит у нас в Крыму, в Симферополе. Но опять-таки люди у нас достаточно пассивные, должны хотя бы хоть как-то там обращаться куда-то, чтобы это были какие-то изменения. Плюсы только вот, я же говорю, касаются вот в общем, то, что инфраструктура вокруг, а внутри, в городах, ну ничего не меняется. Плюсов? Ну, я даже не знаю плюсов. У нас и так было неплохо, единственное, что несколько поднялись зарплаты, но опять же, у кого как. То есть, в основном у нас работают милиция, военные и некоторые из госслужащих. Основное население, это у нас, Феодосия, это город пенсионеров. Больше здесь, собственно, делать нечем. Молодежь отсюда уезжает. То есть, прям три плюса, я сказать не могу. Вот, минусы после, да ничего не изменилось по большому счету. Единственное, что усложнилось законодательство, стало очень трудно что-то сделать самостоятельно. При Украине было несколько легче. Больше я так особо не могу. В основном, я врач скорой помощи, у меня, как бы, зарплата больше, чем при Украине, но другое дело, что и законов, они дурацкие, мягко сказать. Они есть на все, но они какие-то немножко нечеловеческие. Они не для людей, они больше для бумаг. Допустим, я врач скорой помощи, я работаю, чтобы хотя бы как-то себя чувствовать, хоть куда-то двигаться. Я работаю 13 суток в месяц. То есть, я получаю за двоих, грубо говоря, 50 тысяч. Это в прыжке со всеми надбавками. Ну, имеется в виду, я, вот у меня 3 года, я работаю. То есть, у меня нет ни выслуги лет, ни колесных, как таковых. То есть, зарплата средняя, работа тяжелая. То есть, сказать, что здесь что-то падает с неба, невозможно. То есть, деньги есть у тех, кто работает. На работе я провожу большую часть своей жизни. В Крым вкладывается очень много денег. То есть, улучшается инфраструктура. По больницам, допустим, да, есть некоторые подвижки с Украиной. Есть ремонт. В общем, у нас очень хорошо вкладываются деньги в камень, в бетон. Во все, что не требует каких-то интеллектуальных нагрузок. Это у нас, да, это у нас умеют. Вот, все остальное освоить пока не могут. Стабильность. Я верю президенту, слушаю новости. Такая уверенность есть. Тем более, по сравнению с тем, что было на Украине, что творится, что с 2014 года было. Это все, как бы, мы очень боялись, очень переживали, когда все это было непонятно. Я доволен, что мы в России. А минусы какие есть? Ну, минусы, как обычно, российские. Иногда бюрократия какая-то, там, задержки небольшие. Но по сравнению с тем, что было, все хорошо. Ну, я только положительное, наверное, чувствую. Ну, конечно. Да, все, не знаю. Слава богу, что дожил до этого, что, наверное, мои предки там видят, что, не знаю, слов нету, да и все. Когда это было, так, грубо говоря, до слез было. Счастья и радости. Ну, основные, ну, все сейчас как-то другое. Тот же в плюс, как говорится, даже свет и тот уже есть. Ну, и остальное так и далее. И вообще. А вот минус хоть, ну, хотя бы один. Минус. Ну, не знаю, как и везде минусы, так и как и на материке, так и здесь. Какие-то минусы везде есть. Ну, что-то сейчас вот мост построили, вроде бы как лучше стало. Цены, может, какие-то были дороже там все это. Сейчас, соответственно, уже, может, вот это минус какой-то там был. Минусов тоже много можно найти, мелких, они везде есть. Поэтому, ну, а так, слава тебе, Господи, что так получилось и все хорошо у нас. По крайней мере, не знаю, все мои родственники и все в Крыму, кого я знаю, все довольны и счастливы. Ну, положительные, даже не знаю, только отрицательные. Цены выросли. Ну, коммуналка поднялась, жилищно-коммунальные услуги, что еще там. Ну, похоже, все. С работой устроиться трудно. Раньше можно устроиться официально, постоянно. Вот сейчас с работой тяжело очень. Рабочих мест, скажем так. То есть побегать, поискать нужно. А где вы работаете? Работаю в охране, вот, охранником. И сколько у нас средняя зарплата охранника? Средняя зарплата охранника примерно 14-15-16 тысяч в месяц. Стабильность, надежность, спокойствие. А минусы? Минусов нету, только одни плюсы. Три главных плюса. Первый плюс, инфраструктура дорог. Садики строятся. Туристов прибавлялся. Материком. Псавиаз. Второй. Извините, я на заказе уже принял заказ. И что еще? Минусы хоть есть какие-то? Минусы? Да? По-моему, ему нету минусов. Плюсы еще, то, что коррупция перестала существовать. Самый главный плюс. Ну, у нас тоже Россия есть коррупция. Ну, не такой степени, как Украина. Во-первых, полный покой. Мир, благодать, солнышко и свет. Присаживайтесь. Три вам надо, да? Цены сейчас приятно радуют. Продукты хорошие, в принципе, не уступая украинским. Такие, как сальца, любимая. Люди какие-то стали более духовно открытые. Душевные, радостные. Ну, что еще вам сказать? Мы с мужем приехали 7 лет назад. Мы из Латвии. Но 7 лет уже местные. Вот минус большой, что санкция. Я была на свадьбе у внука, который в Манчестере, в Англии. Там уже правнуки наши. А мы уже не пустили. Вот гражданин России. А мне еще пока латвийский паспорт. Я была на свадьбе. Все хорошо. Скажите, а вы планируете менять латвийский паспорт на российский? В перспективе да. Пока немножечко шкурный вопрос. Там я получаю в евро. Поэтому у меня пенсия больше в рублях, чем у мужа получается. Он капитан дальнего плавания. Весь мир объездил. Мы уже скоро, через полтора года, 50 лет как вместе с мужем. Планируем, конечно, стать... Он гражданин России. Но из минусов, может быть, какие-то продукты рыбные, почему-то очень дорогие. Такие вот местные, как кефаль, барабулька. Желательно подешевле. Мы в Латвии привыкли к рыбе. И рыба, она качественная. Раньше треска я считала самой дешевой рыбой. А сейчас она самая дорогая. Котлетка из трески. Вот. Келечки нет нашей в вине. Недорогой продукт, но очень вкусный, с картошечкой. Это одной молодой. Ну, например, начали делать дороги. Ну, это хорошее, это положительное. Что еще? Ну, стала побольше россиян приезжать. Ну, в плане... Для меня это интересно, потому что я работаю в сфере общения, как бы, такое. И тоже много чего узнала про там другие города, о которых раньше там ничего не слышала и не знала. Плохое. Плохое даже не знаю. Недорогой? Ну, людей стало меньше. Если, допустим, говорить о приезжих, людей стало меньше. И заработок тоже значительно упал. Ну, так, в принципе, ничего больше. Приходите к нам пить вкусный кофе. А как у вас адрес? Советская 1. Ну, сказать, что изменилось, продолжает светить солнце и продолжает мирное небо над головой. Это самый главный, важный момент. Так как мы все наблюдаем, наблюдали Донецк, вот. Это очень важный момент, что в Крыму мир. Еще важно, конечно же, это дороги Таврида, улучшение взаимосвязи с большой землей. Это дорога. Минусы? Ну, для меня большой минус в том, что мой папа и мой старший сын живут во Львове. Ну, то есть, в 2014 году это была большой проблемой, большой минусом, что потерялись связи, и было очень трудно и тяжело. Сейчас, конечно, они наладились, но, тем не менее, вот родственные связи, дружеские связи, некоторые потеряны. К сожалению, и непонимания со стороны Украины или нашей стороны. Ну, то есть, вот эти какие-то минусы, конечно, в плане человеческого общения. Вот. У нас самая лучшая, вкусная, восхитительная выпечка в Крыму, в городе Феодосии. Находимся мы на Советской, 4, в городе Феодосия, в центре города. Ждем вас с 9 утра до 20.00 каждый день. Магазин называется «Миндаль». И, пожалуйста, не надо, это же еще на телевидении. Это мелочи. Ой, тяжело сейчас все это сказать сразу. Ну, что, изменилось многое чего. Особенно, вот у меня ребенок, мы ходим по больницам, бывает иногда такое, да, по заведениям, таким учреждениям. И гораздо лучше стали в качестве, скажем, обстановки. Изменилось многое, что мне очень понравились наши больницы сейчас, наши школы, учреждения. Ну, это самое первое для меня, потому что это главное. Ну, что, у нас в городе изменения прошли в большую сторону. Но это появилось больше газонов, появилось больше памятников. Ну, город стал процветать. Потихонечку, медленный дым, но мы движемся в обшую сторону, в большую направлению. А вот отрицательные, из минусов? Из минусов. Пока не могу ничего сказать. Наверное, дороги. Самое главное, это дороги. У нас еще очень они в плохом состоянии. Даже вот в центре города есть такое. Они были изначально такие, просто пока их еще никто не, скажем так, не дает до ума. В финансовом плане все гораздо лучше, чем при Украине. Это я вам точно могу сказать. А вот некоторые говорят, что стало жить хуже, что хуже по финансам стало. Нет, нет, это заблуждение. Ну, может, кто-то и опечалился, может быть такое. Ну, у меня нет, в моем случае нет, в моем случае все хорошо. Вот что стало хуже, что стало бы лучше? По-моему, ничего не изменилось, мне так кажется. Дороги лучше, может, стали. Трасса Таврида, как бы, радует очень. Я сама водитель, как бы, то, что занимаются Крымом. Возможно, там какие-то еще в планах открытие предприятий, может быть, каких-то, я не знаю. Ну, негатива такого прям не могу отметить. В основном, как бы, положительные моменты, а негатива нет. А вот вы лично в финансовом плане стали лучше хуже? Лучше. Да, лучше. Ну, очень проблемы с мобильной связью. Вот так же самое вот я сейчас нахожусь, например, в Москве, работаю. Да, вот, ну, вообще, я федосиец. То есть, я приехал сюда на несколько дней. Ну, получается, ну, очень сильный дискомфорт в плане связи, потому что я не могу нормально выйти в интернет. То есть, у меня все мои услуги заблокированы. Так же самое, очень плохое отношение к федосийцам в плане, ну, вообще, даже к крымчанам в плане банковских систем. То есть, так же самое, находясь на континенте, ты для них вообще никто. То есть, когда же там пополучить какую-то банальную, там, какую-то карточку кредитную, там, ну, даже, там, с минимальным лимитом, то есть, тебе уже все отказывают, что даже, ну, непонятно просто почему. То есть, хотя у тебя есть, как бы, ну, стабильный заработок, у тебя есть нормальная кредитная история. То есть, ну, ты мне интересен, когда только увидят слово Крым, сразу же проблемы. Я приобретал ту же самую машину в Москве. Были большие проблемы в плане регистрации и страховки. Все, как страховые системы, когда видят, что ты из Крыма, сразу тебе все отказывают. Я нашел всего одну страховую систему, которая, ну, страховую компанию, точнее, которая согласилась вообще оформить страховку для машины. То есть, и то мне пришлось там делать целую махинацию из действий, то есть, чтобы вообще ее, ну, как-то оформить и подписать. То есть, ну, такие моменты юридических очень достаточно много. То есть, ну, скажем так, что отрицательные, что сейчас пока происходит, и непонятно, почему это так происходит. Ну, и положительные тоже есть. Ну, очень хорошо то, что действительно, как бы, то, что я до этого сказал, то, что все управляющие структуры сейчас стали больше бояться. Потому что, например, при Украине у них был полнейший произвол. Они могли прямо в наглую, прямо тебе требовать какие-то деньги за выполнение своих услуг и так далее. То есть, сейчас же они стали поспокойнее, начали больше делать свои дела, зная, что если они начнут вести себя так же самое, как раньше, то тут уже, как бы, закон более строгий. И, соответственно, то есть, тебя, ну, могут наказать. Не то, что раньше. То есть, ну, это действительно хорошо. То есть, не сказать, что прямо там они все стали ангелы, то есть, и делают все свои дела, то есть, теперь они просто, ну, поменяли немного свои схемы, то есть, ну, как бы, скажем так, но для людей стало чуть больше доходить. То есть, это хорошо. Больше сказать, что они сейчас живут хуже. Ну, почему? Потому что сейчас ценовая политика на те же самые продукты, на топливо очень завышена. То есть, ну, оно понятно, почему оно завышено, потому что транспортная система еще пока не налажена для поставок тяжелых грузов на континент. Ой, на какие-то, на полуостров. То есть, ну, это тоже, говорю, понимаем, то есть, но, опять же, из-за этого есть большие проблемы, потому что ценники на продукты, ценники на им, ну, на завозные товары, они все завышены. То есть, много больше, чем на континенте. То есть, топливо, то же самое, если посмотрите, то есть, оно там на порядок выше, то есть, чем-то, то же самое, если выход за пределы Крыма, то есть, оно намного больше здесь. Нет, вообще, по сути, то есть, все проблемы, это геополитическая, то есть, понятно, что пока не снимут все эти санкции и нагрузки из Крыма, то есть, людям здесь жить лучше не станется, потому что, как бы, тоже можно понять большие компании, потому что они сюда боятся заходить, а у них есть большие, то есть, связи, продажи на международном рынке, то есть, а если они зайдут сюда, в Крым, они просто банально потеряют все эти связи, потому что, ну, геополитическая, там, война, сестра, что идет, это вот, она, ну, немножко, конечно, я не понимаю, неадекватная в плане народа, потому что сейчас все там кричат, что там, там, крымчане такие бедные, бедные, несчастные, то есть, хотя, то есть, ну, то есть, есть четкие виновники, то есть, того, почему крымчане сейчас в таком состоянии, то есть, хотя можно все решить намного, там, буквально за один день, казав просто одну коронную фразу, да, что, как бы, то есть, там, Крым, Крым решил, то есть, отпустите, как бы, его, то есть, и все хорошо, мы согласны. Лично для меня ничего не изменилось. Единственное, что действительно меня радует, это то, что начали ремонтировать дороги, стало намного комфортнее перемещаться по городу. А с плохих сторон, как я говорил, сезон пока нестабилен. У меня все. Самое три положительное. Ну, в общем-то, все есть в магазинах, все можно купить. Правда, у нас дороже, чем в Москве. Нет, почище стало в городе, все равно, где-то что-то благоустраивается. Ну, а как же, дороги даже у нас сделали, Тимирязево, да, были. Больницы. Больницы, да, вот я, кстати, там кормить стали, то не кормили. Не знаю, как в Украине, да, не кормили, в России кормили завтрак, обед, полдник и ужин, как в санатории в глазном отделении я была, так что там нормально. Не знаю, как в остальном. А отрицательное, что хочу сказать? Ну, что сказать? Пенсия. Ветеран труда, я не дорошла до минимальной пенсии даже. Но это у меня вопрос очень больной, я везде бьюсь и никак ничего не добьюсь с этой пенсии. Ну, так, в общем-то, нормально. Жизнь нормально, хорошо. Скажите, а туриста, вот, по вашим ощущениям, стало ездить больше либо меньше? В этом году больше, даже, чем в прошлом году. И туристы, контингент изменился. Ездили в основном Украина, Москва, Питер. Ну, Киев, это Украина, Харьков, Киев, все. Сейчас к нам приезжают со всех республик бывшего Советского Союза. Везде я сталкиваюсь, я работаю в торговле, сталкиваюсь с людьми, ну, на экскурсиях работала, а потом в торговле. И контингент изменился. У нас и казахи сейчас, и чукчи, и откуда хочешь приезжают. Вся Россия приезжает. Отдыхает вся Россия. Положительное, конечно, строительство дорог, строительство медицинского центра. Симашка, детские сады, школы. Ну, а отрицательное, наверное, тоже не строительство того, чего обещали. Вот, высокие цены, грязь, беспорядок в курортных городах в плане хаотичной застройки. Как-то так. А вот финансово вы стали жить лучше либо хуже? Да, наверное, так же. Не сказать, что хуже или лучше. Мост построили. Для нас тоже это немаловажно. Что еще? Порядку стало больше в плане закона и всего остального. А отрицательное, работать как негде было, так и нет. Потому что заводы, фабрики Украина развалила, а Россия не построила. Порт не работает, а порт Феодосию испокон веков кормил. Что еще плохого? Все хорошо. Вот, по вашим ощущениям, туристов стало больше либо меньше? Туристов меньше не стало точно. Больше, наверное, нет, я бы не сказал. С Украины, по-моему, меньше стало. А с Россией много. Но я сам художник. Раньше картины покупали. А сейчас не очень покупают. Это говорит о том, что покупная способность у тех, кто приезжает, стала ниже. Вот. А так? Все. Это положительное. Блин, это сложно. Я отрицательное назову. Во-первых, худший курорт стал гораздо, хуже точнее. Гораздо меньше людей сюда приезжают. Во-вторых, инфраструктура стала хуже. Значительно. За счет того, что нас Украина отрезала. То есть у нас сейчас не ходит железная дорога. Мы ждем моста, естественно. Ну, с приходом моста, я думаю, лучше будет в этом плане. Затем, третье еще качество. Или сторона. Ну, не знаю, мне кажется, люди сюда, которые приезжают, им здесь сейчас дороже отдых, когда застал. Вот это третья сторона. То есть им сейчас накладно здесь отдыхать. И это очень плохо сказывается для местных жителей тоже. Я сказал. Ну, по городу, допустим, я могу сказать, что отлично сделали, что убрали все сувенирные лавки и расчистили. Потом мне понравилось, что у нас наконец-то появились указатели, что у нас вообще есть достопримечательности в городе. Потому что до этого найти, допустим, круглую башню или вообще нашу крепость невозможно было. И третье, я даже не знаю, это трудно найти плюсы, потому что хотелось бы, чтобы больше было плюсов, но, к сожалению, они не такие заметные, наверное. Вот я вот третье не назову, наверное. Скажите, вы замужем? Я замужем. Муж сзади вас стоит. Ну, что положительного? Дороги лучше стали. Что еще? Ну, блин. Школы, школы, школы делают. Больше внимания уделяется образованию. То есть образование перешло на более высокий уровень. Но, на мой взгляд, во время Украины образование было на более низком уровне. Я работаю в сфере музыкального образования. Я могу сказать по своей работе, что выше стало образование, планка России выше, чем Украины. Ну, опять же, это мое мнение, как бы, субъективное. Хуже то, что много туристов теперь, и тем самым от большого количества людей они загаживают города. То есть они говорят, что местные там мусорят, да, а на самом деле это они это делают. То есть летом вообще города там все мусором переполнило. Просто нереально. То есть вот если переехать там осенью или весной, там после зимы, допустим, города намного чище в Крыму, чем после туристов. Туристов стало больше вот так, по вашим ощущениям, или бы меньше? Больше, конечно. Особенно ощутимо в конце июля и в начале августа. Это, ну, вот по Феодосии, если судить. А вот большинство людей говорят, что туристов стало меньше. Вот как вы считаете, почему так? Я не согласна с этим мнением. Ну, может, просто с Украины стали меньше приезжать, в силу того, что граница перекрыта и все остальное. Но те люди, у которых есть тут родственники, их это никогда не останавливало. У меня родственники есть на Украине, и они приезжают, и у нас все нормально. Это от людей зависит, мне кажется. Кем вы работаете, и вот, ну, хотя бы ориентировочно вот ваша зарплата? Я работаю педагогом музыкальной школи. У меня ставка 13 тысяч. Ставка у меня где-то 1,7, и получаю я около 20 тысяч, не имея категории. То есть я подтвердила аттестацию, соответственно, занимаю должности, а категории у меня пока нет. Я получаю 19 тысяч. Все. Теперь, что касается уже моих наблюдений, и начну, наверное, сперва с минусов. Это качество и темпы строительства. Как ни странно, но это так. Да, подобных строя Крым не видел еще со времен СССР. И тот же Крымский мост, это реальная крутяк. К нему вообще вопросов никаких нет. Все сделано просто шикарно. Но что касается остального, ну, к примеру, той же трассы Таврида. Да, подобных дорог в Крыму никогда не было. Да, и на Украине нет. Но по сравнению с Россией, это реально середнячок. И здесь я даже не сравниваю с Москвой или с Питером. К примеру, автострада Самара-Тольятти на порядок лучше, чем Таврида. Вообще, практически по всей стране шикарные трассы и автомагистрали. И главное, их не перестают строить. Вот, например, под Новосибирском построено уже около 100 километров бетонной автострады. И этот процесс не прекращается. На мой взгляд, в Крыму строительство идет недостаточно высокими темпами. И качество дорог хуже, чем могло бы быть. Я лично хотел бы, чтобы в крымских городах дороги были, как в том же Тольятти. Потому что Крым – это жемчужина России. И проблема здесь, возможно, кроется в том, что против крымчан были введены санкции. И многие компании сегодня попросту не хотят браться за работу в Крыму. И это вторая большая проблема. Вот и едешь ты из Краснодарского окрая в сторону Крыма. Последняя заправка перед Крымским мостом – это Лукойл. Опережаешь мост, и это же топливо стоит уже на 5 рублей дороже. Тоже и с МТС. Если ты хочешь пользоваться льготным интернетом, либо мегабайтами, но на территории Крыма, будь добр, заплати еще по 10 рублей в сутки. Кстати, насчет банковской системы. В 2014 году, когда российские банки зашли на территорию Крыма, то никаких комиссий со сбировских карт никто не взымал. А сейчас уже снимают по 100 рублей за снятие. И третий минус, а также большой вопрос к администрациям городов ЮБК и крымчанам, работающим в сфере туризма. В этом году Краснодарский край посетило 10 миллионов туристов, в то время как Крым всего лишь 5. И проблема здесь даже не в том, что россияне не хотят ехать в Крым отдыхать, а скорее в уюте и обустройстве отдыха. Это Краснодарский край, станица Полтасская. Абсолютно не туристический городок. Он находится где-то в 100 километрах от самого Краснодара. Но за счет того, что все ухожено и на дорогах четкая разметка, въезжая туда, создается впечатление, что ты приехал куда-то на курорт. Почему руководство городов Южного берега Крыма не уделяет этому должного внимания? Хотя справедливости ради хочу отметить, что набережные от стихийной торговли освободили. И за это администрации отдельное спасибо. Теперь что же касается мелких гостиниц, эллингов и съемных квартир. Некоторые жалуются, что с каждым годом у них падает поток туристов и, мол, при Украине было лучше. Но хочу напомнить, что до 2014 года в Крым из Украины в основном ехали жители Донбасса и Киева. А сегодня у нас война. И многие дончане-луганчане приезжают в Крым уже не на отдых, а больше на заработки. Некоторые уже даже живут и тем самым даже создают вам некую конкуренцию. Плюс к тому же требования туристов все же выросли. И это факт. И проблема даже не в цене, а в качестве. Потому что крымские гостиницы должны быть не хуже, чем мотели в Сибири. Потому что когда ты с семьей тратишь на дорогу в Крым 50 тысяч рублей, то для тебя не будет накладно заплатить 3 тысячи за номер, за нормальный номер. А тебе в основном предлагают полторы-две тысячи с ремонтом, который делался еще до прихода Путина. А мебель вообще покупалась еще до Ельцина. Короче, во второй раз ты уже думаешь, а может лучше поехать куда-нибудь в Краснодар? Хотя справедливости ради, много и хороших гостиниц в Крыму, у которых недостатка, замечу, в клиентах сейчас нет. Дорогие крымчане, я не хочу кого-то из вас обидеть. Я говорю как есть. Я хочу, чтобы вы успели перестроиться к новым реалиям, и Крым был курортом мирового уровня. Я понимаю, что вы как СПДшники могли раньше заплатить 200 гривен налогов в месяц и спать спокойно, а в случае чего все вопросы можно было порешать с нужным человеком. Но время меняется. Это уже другая страна, другая, можно сказать, эпоха. Идет эволюция. Вспомните, когда-то вся страна была наполнена стихийными рынками, стояли какие-то грязные, вонючие ларьки. Школьники вместо того, чтобы ходить в школу, мыли стекла грязным тонированным девяткам, в которых сидели братки с битами и с автоматами. Где сейчас это все? Но не будем о грустном. Как по мне, то самое большое достижение России в Крыму – это сохранение мира. Так как провокаторы пытались развязать войну на полуострове между крымскими татарами и русскими. И когда у них это не получилось, они уже потом переключились на Донбасс. И никогда не стоит забывать об этом. Второй же плюс – это язык. И я говорю даже здесь не только о школьном образовании или документообороте, а о том, что в один прекрасный момент все кинотеатры Украины начали показывать фильмы исключительно на украинском языке. Поясните, что происходит? Мы с друзьями уже 30 лет играем у кулача. Что? Мицный горешок. Гарный день. А мы померли. Никто сегодня не помре. Скоро на экранах. Обнято. У нас в СМИ не принято. А уже ж. Мало того, что сегодня большинство новых фильмов говно, так это говно еще и на украинском. И, наконец, третий плюс. Несмотря на то, что я начал все же с критики, не могу не отметить того, что за последние пять лет Россия сделала для Крыма намного больше, чем Украина за 23 года. Крым реально расцветает, становится лучше, создается какой-то уют, строятся больницы, школы, детские садики, дороги. Такого за последние два-три десятилетия я в Крыму не видел точно. И это реально приятно. А с открытием железнодорожной ветки Крымского моста, я думаю, будет не только новый поток туристов, но и развитие промышленности. И я думаю, что Крым понемногу превратится в один из лучших мировых курортов. Ну, по крайней мере, я на это надеюсь. Потому что я очень люблю Крым. Моя жизнь связана тесным образом с Крымом. Мой дедушка родился в Крыму. И я думаю, что этому алмазу нужно сделать достойную огранку. И я думаю, что все у нас получится. Это Евгений Митт. И продолжение следует.